Она удивительно пела и танцевала. С легкостью перевоплощалась в разнообразных героинь оперет и водевилей. И даже исполняла невероятные цирковые трюки. Но главное, она умела смешить людей. О ее небольших характерных ролях нередко писали больше, чем о самом спектакле или фильме. Это универсальная актриса, в прямом смысле этого слова, которой были подвластны все жанры актерского мастерства. Она многогранная, абсолютно точно передаваемая каждого героя, которого она играла. Талант Богданова Чеснокова был очень большой и очень велик. Она была действительно очень талантливая, ярко-остро-характерная актриса. В последние годы жизни врачи прописывали ей покой, запрещали танцевать и вообще двигаться. Но она продолжала выходить на сцену. И в очередной раз выдавала неповторимый каскад цирковых трюков, песен и юмора. И так до самого последнего дня. Она умерла 17 апреля 1983 года. Ее звали Гликерия Богданова Чеснокова. Выдающаяся актриса нашего жанра, да и не только наша дочь. Очень большой человек в театральном мире. Незаслуженно забытый средствами массовой информации. Ее самая известная ролью в кино называют Каролину в оперетте «Мистер Икс». Она буквально ворвалась на экран, заполонив с собой все пространство. Вы сейчас вылетите отсюда, как тропка из бутылки. Ее гремучий зов. Пеликан! Вошел в историю у каждого подростка, у каждого любителя кино эксцентрического жанра, которого она пилит на протяжении всего фильма. Это забавляет каждого зрителя, который вспоминает этот фильм. Параллельно со съемками фильма она играла эту же роль на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии. Попасть на представление было почти невозможно. Люди записывались в очереди и ночевали на улице. Не рассуждать, смотреть «Икса» собирается вся городская знать. Весь город сошел с ума, и я не хочу отставать. Мамаша, которая пытается женить своего сына на цирковой артистке, создала образ так называемой тещи, которая сейчас очень популярна и во многих, и в русских произведениях, и в кинематографе, и в театре. Но я считаю, это, наверное, самая яркая роль Гликерии. Это роль Каролины в спектакле «Мистер Икс». Одно только смесь гремучей змеи и тигра. Вот это действительно так было на самом деле. Пеликан, пеликан. Вот это все, это потрясающе. Она, в общем, Богданова-Чеснокова, это сразу уже смешно, уже ярко, талантливо. Казалось, для Богдановой-Чесноковой нет ничего невозможного. Она могла рассмешить одним взглядом, одним жестом. Настоящим хитом того времени стал танец Каролины. В спектакле «Мистер Икс» Гликерия Васильевна неизменно исполняла его несколько раз на бис. Вы представляете, да, такая 100-килограммовая бабушка казалось бы, от которой требуется серьезность отношений вообще к жизни, обладала таким удивительным задором, таким темпераментом, таким чувством юмора, что с легкостью дурачилась, как юный школьник, как подросток. И исполняя этот танец на одной ноге, она буквально выползала после спектакля в свою гримерку, для того, чтобы отдохнуть, как рассказывают коллеги и очевидцы. Это была единственная кинороль Богдановой Чесноковой в музыкальной комедии. Режиссеры не использовали все ее возможности, видя в Гликерии, в первую очередь, первоклассную характерную отрицу. Конечно, в силу их внешности она никогда не могла играть Сильву, никогда не могла играть Теодору Верде в «Мистер Икси». Она играла яркие, острохарактерные образы. До сих пор существует градация в музыкальном театре. Это простак, простушка, травести, герой, героиня, комическая старуха. Вот комическая старуха – это яркая ампула именно Богданова Чесноковой, то, чем она и занималась. До слез смех. Сейчас даже вспоминаешь, это был фонтан, фонтан таланта. Я не знаю, что можно сказать. Это фантастическая актриса, фантастическая. Как ты сюда попал, шалопай? Я пришел посмотреть на вас, хозяйка. На номер «Мистера Икса». Я дома покажу тебе номер не хуже. Но, мамочка. Но, мамочка. Эк, я и вам родственница. Слава Богу, нет. В кино она смогла продемонстрировать лишь небольшую долю своего многогранного таланта. Музыкальные партии Богданова и Чесноковой, камканы, буфонады, трюки до сих пор живут лишь в памяти тех, кому довелось видеть эту непревзойденную актрису на сцене. О ней сказать можно очень долго и много, потому что это выдающийся, как его называли, клоун в юбке на сцене. Она пошла в артистке, не задумываясь, и сразу заявила в приемной комиссии в школе русской драмы, что читать ничего не будет, а будет петь. И сделала это так, что руководитель театра от смеха упал со стула. Русская драма, она подразумевала сложных драматургов, таких как Толстой, Тургенев. Здесь имелась в виду глубокая трагическая судьба неких героинь, которые могли передаваться сложной, глубоко осмысленной философской игрой артиста. Получив такой глобальный фундамент, как актриса, поезд Богданова-Чеснокова и поехал дальше по широкому простору театральной индустрии. Но настоящим учителем был ее первый муж, знаменитый украинский актер Дмитрий Васильчиков. Они выступали на одной сцене. Неопытная актриса еще не научилась искусству импровизации. И часто смотрелось глупо, когда ее супруг выдавал незапланированную реплику. Но вскоре гликерия научилась. Самое сложное у комедийного актера – импровизировать. На месте отшутиться, на месте подать сигнал, на месте сыграть некую фифу и тут же заплакать. Это не инстинализация, это спекуляция. Между прочим, нужно уметь играть классику. Классику, но не патрончик. Казалось, у этой женщины нет возраста. В 40 лет она выделывала немыслимые трюки. Ходила колесом, кувыркалась, делала заднее сальто. В годы войны она дала бесчетное количество концертов для бойцов Красной Армии. И даже виду не подавала, как тяжело было у нее на душе. Все, что играет артист, это, как правило, напускное. Как правило, это некая маска, за которой кроется очень ранимый, очень несчастный, одинокий человек. К тому времени она второй раз вышла замуж за комедийного актера Семена Чеснокова. Это был творческий и духовный союз. Ну, просто в зрелом возрасте, видимо, пришло ее время. Видимо, так Бог распорядился, что именно в этом возрасте она стала популярной, знаменитой. Но, как правило, роль комических старух невозможно играть в юном возрасте. То есть молоденькая девочка не может быть комической старухой. Это требует большого грима, это требует большого искусства перевоплощения. Это то, чем еще не владеют молодые артистки. Именно, наверное, после 50 лет, вот образы и характеры комических старух воплощаются именно в таких актрисах. На одной красоте не выйдешь. Да? Да. Красота выручает тебя там, в кардебалете. Здесь же совсем другое дело. Дело. Ой, Федор Николаевич, это же образованнейший человек. А ты... А что я, а что я, а что я... Могла бы записаться на курсы текущей политики. В 54-м году Богданова-Чеснокова снялась в фильме «Укротительница тигров». Там она сыграла предприимчивую мамашу, которая задалась целью выдать дочь замуж за прославленного мотогонщика. Она меня покорила, ну, своей необычностью, своей, во-первых, необычной внешностью, своим ярким характером, ярким образом и какими-то выдающимися актерскими способностями. Ну, мой дорогой, можно считать, что Олечка пристроена. Олечка, гора, плеч. Теперь я могу спокойно умереть. Это кемо? Три порции. Машенька, перед смертью немного любви. Тема цирка была на самом деле близка для Керии. Немолодая уже актриса делала сложнейшие трюки, не имея никакой специальной подготовки. Она и сама не могла объяснить, как это у нее получалось. Ее вел кураж, и она работала. Она себя стала пробовать в различных театральных и даже цирковых жанрах, работая на манеже со знаменитым нашим клоуном Борисом Вяткиным. Актеры музыкального театра, актеры опереты владеют драматическим искусством, то есть искусством мастерства слова, искусство танца и искусство вокала. То есть это три совершенно разных жанра, которые объединены в одном. То есть драматические артисты, они могут только говорить, играть, вживаться в образ, внутренний монолог, говорил господин Станиславский. А актеры музыкального театра они владеют и драматическим искусством, и танцем, и вокалом. Но основной своей работой она считала Ленинградский театр музыкальной комедии. Публика ее обожала. Если имени Богдановой Чесноковой не было на афишах, ленинградцы интересовались в кассах. Неужели ее сегодня не будет? На ее спектакле были всегда аншлаги. Ходили не на спектакли, ходили всегда на имя Богданова Чеснокова. Ленинградцы даже шутили, что в Москве Раневская, а у них Богданова Чеснокова. Богданова Чеснокова неслучайно очень сильно образно ассоциировалась с Фаиной Раневской. Как только Чеснокова кричала «Пеликан!», люди тут же вспоминали, как в сказочке «Золушка» Фаина Раневская точно так же постоянно всплескивала эмоциями на балу и говорила «Ну, вы у меня здесь попляшете!» То-та-что-та работали в одном образе, в одном характере, в одном жанре, я бы сказал, несмотря на то, что Раневская работала в драматическом театре, а Богданова Чеснокова в музыкальном театре, но амплуа у них была абсолютно одинаковая. Да говорю же вам, что это он! Без усов, но он! Воробьялинов вылетает, а с ним красавец-мужчина, явно бывший офицер. Господи, зачем он приехал? Как вы думаете? Во всяком случае, не договора с большевиками подписывать. По-вашему, он подвергается опасности. На сцене ленинградской мускомедии она блистала в роли Елены Станиславовны Борг в спектакле «Двенадцать стульев по Ильху и Петрову». Он послан из-за границы. Безусловно. Да, но с какой целью он здесь? Не будьте ребенком! Хороший артист, талантливый артист, его всегда будет видно везде, и в эпизоде, и в большой роли. Поэтому, если ей давали небольшую роль в какой-то эпизод, он настолько, ее искусство было сильно и видно, что она, конечно, затмевала некоторых и героев. Виктор Михайлович, я должна его видеть. Да вы понимаете, чем вы рискуете? Ах, все равно! Через десять лет разлуки я не могу не увидеться с ним, вы понимаете? Я вас прошу, я вас умоляю! Эту же роль Богданова-Чеснокова сыграла и в кино у Гайдая. Режиссер хотел видеть в этом образе только Гликерию, ведь он был наслышан, как феерично актриса исполняла эту роль на сцене. Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Я не спрашиваю, зачем вы приехали из Парижа. Когда я была маленькой, я не очень понимала смысл ее ролей, но я всегда с удовольствием наблюдала в телевизоре за корчением рожицы этой легендарной актрисы, которой не нужны были слова, и, возможно, не нужны даже были эти сценарии и тексты. Ей достаточно было выйти, поднять бровь, и я уже смеялась. Она сыграла стареющую светскую красавицу, до сих пор настроенную на романтический лад. Уже одна сцена, где она мечтательно затягивает песню, стоит многого. Ах, отцвели, ах, уже давно, Хоризонтемы в саду, А любовь все же... На самом деле, существуют в мире, так называемые, актеры эпизодов, которые совсем за короткий промежуток времени, экранного времени, либо это на театральной площадке, не имеют значения, но успевают создать образ настолько яркий, настолько выдающийся, что зрители его запоминают. Конечно, это большое искусство, это только подвластно очень большим актерам. Еще во время войны гликерия Васильевна испортила желудок, ведь порой даже приходилось питаться канцелярским клеем. И со временем здоровье стремительно ухудшалось. Даже серьезные боли в спине, в ногах, каковы испытывала гликерия Васильевна, не были поводом для того, чтобы отфилонить от работы и не выйти к своему любимому зрителю. Врачи даже говорили, что у нее не желудок, а завод по переработке камней. Советовали ей поменьше двигаться и категорически запретили любые танцы. Но она не могла выполнить это предписание. Жизнь вне сцены для нее была равносильна смерти. Ей запрещали танцевать, ей запрещали двигаться активно и даже громко разговаривать. Чтобы не повышать свое артериальное давление. Но несмотря на это, Богданова Чеснокова не то, чтобы игнорировала просьбы врачей, она не могла жить иначе. Пожертвуйте на пропитание! Пошли вон, старухи! Мои старухи! Мои старухи! Эй, красавцы, выходите от порядка ворота, поскорее, кто пожаловал сюда, нам года не беда! Поль душа молода, нам года не беда! Эй, Алёнушка, сюда! В 70-м году она упала на сцене. Скорая помощь доставила ее прямо на операционный стол. Эта операция стала для нее вторым рождением. Не реви, ты сама во всем виновата! Нельзя всю жизнь надеяться только на родителей. Ой, хорошо. Слушай меня внимательно. Несмотря на боли и дискомфорт, она продолжала играть. Одна из последних ее ролей Амалия в фильме «Летучая мышка». Значит так. Подними свою ручку, вот так. Сожми в кулачок. Отогни большой палец и приставь его к носу. Да не к моему, ты к своему. Вот так. Ну, вы знаете, роль «Летучая мышка» у нее совсем крошечная, совсем маленькая, но даже за этот маленький период она сумела создать яркий образ. Крошечный эпизод, где она учит дочь стрелять глазами, запомнил совсем. Этот мизинец – мужчина! И вот ты смотри на этот мизинец, это, на этого мужчину. Смотри, не отрывая глаз, поворачивай его так вправо, потом налево, направо. Да нет, ты крути головой, ты одними глазами. Так, туда, сюда, туда, сюда. Давай сначала. Туда, сюда, туда. Очень хорошо. Знаменитая «Летучая мышь», слоты, как она учила ее стрелять по мужчинам. Ну, все это такие наши, в общем, творческие, актерские штучки, но тем не менее, искренность и вера, с которой она это делала, это было только подвластно ей. и она вот была такая. Вот такое упражнение туда-сюда, туда-сюда, называется «Стрельба глазами». И как только подойдет тебе какой-нибудь мизинец, какой-нибудь мужчина, я тебе тихо скомандую. Плей. И ты сделай так, как я тебя научила. Даже я, когда была очень маленькой девочкой, я всегда пыталась повторить это кокетство. Мне всегда было интересно, сработает ли у меня этот дивный трюк. Я подставляла пальчик к носику и водила вот таким образом мизинчик. Вот, и делала туда-сюда, туда-сюда. Приведи лотик какого-нибудь кавалера. Главное, приведи. Что же я тебе насильно буду делать? Если будет упираться, то, конечно, насильно. Что за вопрос? Дорогая моя, ты знаешь, какие теперь молодые люди. Посмотри внимательно. Они же будут вырываться. Ну, возьми какой-нибудь послабее. Ну, почему послабее, мама? Лоба, тебя не спрашивают. Великан. Я. Собирайтесь. Куда? В цирк. Господи. В последние годы жизни актрису все чаще мучили боли. Перед спектаклем в гримерке она лежала пластом. Но когда звучал третий звонок, Богданова-Чеснокова воскресала. Она находила в себе силы побороть слабость. И болезнь на время отступала. Каждый звонок к любому спектаклю в театре для нее был личным зовом. Командой вперед! И Чеснокова поднималась духом, поднималась последними силами для того, чтобы выйти в зал к зрителю. Ты его знаешь? Да. Кто он такой? Директор тюрьмы. Холодстой? Кажется. Боже мой! Человек, который каждый день видит неволю, он должен быть незаменимым для семейной жизни. Она до последнего дня боролась с болезнью, но недуг все же победил. 17 апреля 83-го года великая актриса умерла. Богданова Чеснокова умерла в тот день, когда я отмечала свой день рождения. 17 апреля. Я тогда была еще очень маленькой девчонкой, но я помню, как все взрослые родители нарезали салаты для моего праздника, для моего маленького девичьего праздника, девичьего праздника. Нарезали тортик, разливали газировку, буратино, и в этот момент все судачили о смерти легендарной звезды Гликерии Васильевны Богдановой Чесноковой. Слава и признание пришли к актрисе, когда ей было уже за сорок. Ее уделом были образы комических старух и сентиментальных мамаш. Но она играла их так убедительно и комично, что их помнит до сих пор. Ну, конечно же, актеры, специальные режиссеры, театральные деятели, которые занимаются именно этой профессией, все прекрасно знают, кто такая Богданова Чеснокова. А если показать даже ее фотографию или показать отрывок из ее фильма, все скажут, ну, конечно, мы ее знаем, конечно, мы помним ее. Могут они не помнить ее фамилию, но образ и лицо ее, я думаю, настолько запоминающие, что забыть его невозможно, увидев один раз. Надо помнить, всегда помнить таких людей, которые это достояние республики, достояние народа. Нас народ своим уменьем, дай весельем наградил, и поднятием настроения, хвата помощь снарядил. Нам года не пыта, кой душа молода. Нам года не пыта, кой душа молода.